всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я вам покажу свои покупки из магазина ашан так что кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной приятного вам просмотра вообще уже где-то там может быть год я всегда все покупки показываю во влогах ну сейчас решила что покажу отдельно ну что ж давайте приступим вообще я сегодня ваша не собиралась сделать всего лишь две покупки но в итоге купила больше но в принципе все что нужно все необходимое и по хорошим ценам ехала я купить для своей собаки для ушастика такие вот одноразовые впитывающие пеленки я честно говоря думала что две такие пачки хватит но так уж получилось что возникла необходимость приобрести еще две пачки что поделать здесь 10 штук размер 60 на 90 хорошие пеленки и по цене достаточно бюджетные и по качеству хорошие по крайней мере не подводили они не протекают но правда к слову сказать что ушастик и дома так сказать нужду не справляет вот но в меру определенных особенностей мне приходится сейчас ему использовать впитывающие такие трусики и в них я вставляю пеленку я делю ее но я рассказывал на четыре части и вставляю как бы в трусики в эти впитывающие чтобы именно пеленка пачкалась а трусики не приходилось в день по нескольку раз менять чтобы они не пачкались ну в общем поэтому взяла еще две пачки потому что одна у меня быстро быстро ушла и вот собственно 2 на подходе ну и соответственно закончился у меня скотч липкая лента для тех же самых целей я поняла что на две пачки у меня где-то уходит полтора мотка поэтому пришлось еще два докупить опять же я использую это для пеленок когда я делю пеленку на 4 части нужно чтобы оттуда вата не вылезала вот как раз сейчас покажу примерно как это выглядит правда у меня на этой пеленке скотч коричневого цвета потому что вчера нужно было нарезать пеленки ему скотч прозрачный вот этот закончился был только коричневый но тем не менее сейчас покажу вот так вот это выглядит сейчас опущу камеру вот так вот я на такие кусочки режу и как видите вот здесь скотчем но с этой стороны не надо с этой вот и тут я сделала скотч чтобы вот не вылезала вата то что иначе она будет по всей комнате придется ее собирать ну вот эти части я на хвосте завязываю и в итоге и впитывающие трусики чистые и как бы хвост еще не пачкается вот и еще я режу вот такие небольшие кусочки видите здесь уже прозрачный скотч это я еще вставляю там с одной стороны просто чтобы бывает такое что он как-нибудь на одном боку лежит и короче говоря чтобы не было никаких аварий да такие вот грустные хлопоты вот ну и так как я уже заехала ваша я еще приобрела вот эти салфетки потому как опять же когда мы идем на прогулку надобность в таких салфетках есть но и мне просто удобнее взять салфетки чем спеша на прогулку еще там рвать туалетную бумагу поэтому салфетки у нас летят очень быстро вот буквально неделю назад я показывала что купила упаковку вот собственно от нее осталось немного так дальше соответственно купила влажные салфетки тоже ну как бы не только для ушастика в принципе для всяких бытовых целей так далее значит пеленки 129 рублей стоит скотч стоит 42 рубля здесь 66 метров бумажные салфетки 17 рублей ну там все это с копейками как говорится и здесь 38 или 39 рублей хорошие салфетки и ну и соответственно тоже необходимо вот к тому же вот это и вот это гораздо мягче чем например туалетная бумага и чтобы кожу не раздражать я вот ушастику вот это все использую так ну и я как-то показывала в покупках в июле что она купила вот такие марки каждый день пакеты для завтрака 100 штук но я не помню я брала по 50 или по 100 штук мне эти пакеты нравятся они хорошие я их вообще использую для заморозки и такого пакета мне хватает ну надолго но я купила наверное штук пять запас и они у меня еще есть но по моему уже пачки полторы я использовала потому что сейчас идет не только на заморозку но опять же когда ходим с ушастым на прогулку то тоже приходится брать но цена вопросы за 100 штук 18 рублей здесь 31 на 24 сантиметра мне вот подо все нужды просто идеально потом я думала чего глушастику еще такого купить может быть какую-то либо пенку очищающую либо что-то такое но потом все таки решила купить перекись водорода но ее можно как бы и в принципе фруцелин еще было взять но я хотела хлоргексидин его не было взяла пока вот это цена вопроса по моему 15 что ли рублей с копейками я взяла две упаковки в любом случае это дело нужно и также взяла ему же присыпку это марка ли он произведено в таиланде вообще это японская марка насколько тут написано кстати говоря ну работает это все вот эту штучку надо поворачивать здесь вот ну как водится дырочки и я для интереса сделала одну только дырочку и довольно таки неплохо оттуда все высыпается поэтому если будете такую присыпку брать имейте ввиду начните с одной дырочки посмотрите может быть вам хватит того что высыпается если нет то еще одну потому что если проделать сразу все дырки то я боюсь что здесь хотя они маленькие но вас полупаковки высыпется потому что вот так сейчас как-то так не поняла а я закрыла и трясу спокойно вот видите сколько высыпается поэтому лучше начать с одной дырочки но отдушку очень такая нежная приятная хорошая и надо закрыть взяла тоже пусть будет так и тоже в покупках в июльских я показывала что я брала ну в запас в использовании как сказать вот такие перчатки грифон здесь 100 штук размер м полиэтиленовые самые такие обычные ну я их всегда покупала потому что и когда вот ты пылесосишь и моющим пылесосом там на фильтре осаживается шерсть вот это ну конечно все это мокрое и как-то руками брать нет ну можно конечно но я предпочитаю использовать вот такие перчатки и ну нужно одна перчатка в общем то и знаете очень удобно когда все сразу этой перчаткой берешь вот эту всю с фильтра грязь потом вот так выворачиваешь закручиваешь и выбрасываешь то есть это еще и пакетом служит мне нравится вот но сейчас это нужно еще и на прогулке с ушастом и и бывает дома ну хотя в основном на прогулке потому что я так-то человек в принципе если что не болезгливый но на прогулке вот но и да в любом случае даже дома перчатки все равно стараюсь конечно использовать и когда вот перед тем как нас весной всех дома посадили я была в ашане я просто понимала что они подходит концу решила взять их не было потом только уже в июле они появились продажи я взяла 5 упаковок они у меня в принципе еще и естественно есть где-то штуки 3 наверное но вот я сколько езжу в ашан я их не видела сегодня пришла смотрю три упаковки лежат я их сразу взяла так я еще не сказала что присыпка стоило 70 по моему 1 рубль и перчатки по 34 рубля поэтому я взяла сразу все что было не мелочилась так пока я там искала перекись водорода или что-нибудь в этом духе я еще увидела вот такие вот напалечники медицинские 5 штук ну и тоже решила взять вообще в хозяйстве то вещь необходимая бывает но как правило меня в аптечке их не оказывается так что касается ушастика так еще я ему приобрела пшеничную крупу ну в плане выгоды даже не знаю в пятерочке тоже она стоит 25 рублей такая крупа но я не знаю какой там вес честно говоря надо будет посмотреть но вот здесь 800 грамм в любом случае в пятерочке точно не больше вообще вот этот пакет странно мне кажется что мне кажется что он даже больше что ли или просто длинней вот интересно так и взяла гречку она была 61 рубль по моему это по акции здесь 800 грамм но в этом плане в пятерочке выгоднее конечно покупать гречку но сегодня я уже по-любому не успевала зайти а завтра мне идти не очень-то хочется потому что сегодня я почти ничего не снимала вот только сейчас приступила поэтому вот так покупки для ушастика это вот все видите больше их часть для ушастика и ладно бы они хоть были по какие-нибудь приятные вкусные для него но вкусности то него и так полно а я же еще взяла макароны марки каждый день для ушастика ну я его редко кормлю макаронами но он любит и поэтому хотя бы там раз в месяц раз полтора месяца немножко можно так ну и теперь покажу уже покупки для себя так сейчас немножко все это подвину но тоже покупки были нужны хотя без них можно было в теории обойтись но я взяла себе вот такую салатницу мне очень понравился цвет значит это салатница салатник пластиковый 5 литров для холодных и горячих прошу прощения пищевых продуктов максимальная температура 95 градусов но так брэнк ю называется ну я горячая не собираюсь сюда класть я купила чтобы замесить тесто у меня есть металлические миски но одна небольшая и еще две чуть чуть побольше но честно не удобно в них месить тесто и также вот я пекла недавно драники все это натерла и как бы в терке есть такая пиала я из этой переложила в эту металлическую миску в белое яйцо и поняла что мешать там тоже неудобно потому что она маленькая в икея есть металлические тоже чаши побольше но честно мне жаба задушила потому что вот этот салатник он стоит 163 по моему рубля в общем как то так не дороже и мне очень понравился цвет но в конце концов сколько прослужит столько и прослужит если я думаю аккуратно пользоваться вряд ли он прям как-то помутнеет и потемнеет сразу там еще был такой знаете непрозрачный мятного цвета чтобы мне тоже по сюда подошло тот салатник стоил 61 рубль но я подумала что он все-таки меньше и я не уверена нужен мне или нет так что остановилась вот на таком ладно я его из кадра уберу да тут я еще и лепила пельмени да и показывала ваша не брала пельмени делать такой круг пластиковый хотя у меня есть еще и металлические еще одно приспособление есть вот но теперь я подумала что нужно купить приспособление для вареников там пластикового не было поэтому взяла такой металлические но правда металл этот конечно такое себе легкие легкие на металл то не похож изготовители белгород ну да больше ничего не написано здесь ну буду готовить потому что у меня есть еще ну знаете такая формочка которая вот так вот закрывается раскрывается маленькая и средняя но это как-то совсем не серьезно и честно говоря не очень удобно а я сегодня ваша не видела за 200 чем-то рублей но за 200 может быть 70 вот так набор из трех таких штуковин маленькая средняя большая в принципе из больших можно можно что-то интересное сделать потому что такие большие формы не предусматривают даже в запас что-то очень много делать но можно было бы что-то интересное придумать но мне не хотелось покупать набор вот если я где-то одну такую увижу то наверное возьму поэтому пока вот остановила выбор на такой штуке цена вопроса тоже сто с чем-то рублей но я не припомню точно сколько дальше на дачу рановато конечно и я уже давно особо огородом ты не занимаюсь я даже на своей даче не занималась у друга тем более потому что я нерегулярно там бываю но почему-то мне захотелось взять вот такой вот горох воронежский зеленый он ранний тут так сейчас скажу ранний спелый высоко урожай урожайный период полных всходов от полных всходов до технической спелости 40 55 дней прошу прощения что заговариваю сегодня просто уже достаточно поздно а видео надо снять и также купила подсолнечник лакомка что-то мне понравилось решила взять здесь от всходов до уборки 65 71 день ну тоже две взяла пусть будет они там что-то 8 рублей стоило что-то 9 рублей тут пересматривала всякие видео о косметике многих девочек и даже старые всякие видео которые там девочки бывают уже не снимают не ведут свой канал ладно в общем по-моему у екатерины к я видела крем невея и что-то вспомнила что давно не брала я надеялась сегодня взять маленькую такую прям шайбочку чисто под глаза наносить но таких не было были вот такие огромные 250 миллилитров и вот поменьше в половину наверное и вот те которые поменьше стоили сто семьдесят четыре по-моему рубля а вот на эту баночку была акция сто семьдесят шесть рублей вместо там почти трехсот это конечно супер акция то есть получается большая банка по цене маленькой ну я решила но еще так стояла думала нужна не нужна мне такая большая банка тут рядом женщина стояла которая тоже этот крем смотрела и что мы с ней разговорились я сказала что я что-то стою думаю не знаю на год берите даже не думайте потому что я например ради этого крема прям вот ваша он поехала ради этой акции ну и подумала раз так все хорошо складывается конечно же надо крем взять я люблю крем в металлических банках вот такой белый густой и аромат просто потрясающий так ну и я не прошла мимо масса для лица они были все по 35 по 38 рублей взяла значит вот такую маску зеленым чаем красивая упаковка там еще была темно-зеленая но она стоила 48 рублей это недорого но я решила не брать пока дождусь акции алоэ потом еще вот такая маска типа питательная какая-то так и на другом стенде увидела вот эту маску это драгонфрут потом успокаиваю еще вот такая маска с чем она с мангостина потом папайя личи и манго так что вот такие мои запасе киа конечно впредь постараюсь воздерживаться от покупок масок мне их уже достаточное количество но тем не менее я тут решила воспользоваться акции потому что и это я еще не пробовала хотелось бы попробовать и это не пробовала так что теперь будет повод так ну вроде бы все я показала ничего не забыла но если что забыла покажу во влоге если видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал заглядывайте в инстаграм три семерки рыжие три восьмерки благодарю вас за просмотр хорошего вам настроения вдохновения здоровья увидимся в следующем видео пока пока